Друзья, всем большой привет! Меня зовут Ирина и я очень рада видеть вас на своем канале. В этом ролике, не дожидаясь пустых баночек, я хочу дать свой отзыв на новинки косметической продукции DAF, которые недавно появились у меня в уходе. Начать я хочу с увлажняющей мицеллярной воды, которая по обещаниям от производителя нежно снимает макияж, очищает поры и увлажняет. Здесь довольно-таки приличный объем в 240 мл. Подходит это средство для нормальной и склонной к сухости кожи. Давайте начнем с упаковки. Если вы смотрели покупку этой мицеллярки у меня на канале, то вы заметили, что несколько видов изменилась упаковка. Речь идет о помпе, которой снабжено это средство. Посмотрите, я поменяла крышечки у средства для интимной гигиены от Фаберлик и этой мицеллярной воды. Сейчас объясню почему. Крайне неудобная помпа. Мицеллярная вода это жидкий продукт. И эта помпа его не выдавала, а просто выстреливала, выплевывала. То есть, если просто, как я привыкла, подношу сюда ватный диск, делаю одно нажатие, все, диск снабжен мицеллярной водой, то здесь нет. То есть, если делать так, то мицеллярная вода улетит куда угодно, но не на ватный диск. Ну, вот извините меня, вот так вот примеряться на расстоянии держать ватный диск, ну, это, простите, очень неудобно. С интимкой от Фаберлик эта помпа лучше работает, потому что средство более густое, и оно, конечно, так легко не выплевывается из упаковки, как просто вода. Ну, с обычной крышечкой, с обычным дозатором пользоваться гораздо удобнее. Теперь, что касается ее свойств очищающих. Вода, в принципе, в использовании очень приятная. Я действительно могу отметить ее увлажняющие свойства. Она практически не имеет отдушки, что, наверное, неплохо. То есть, ей люди, у которых есть аллергические реакции на ароматы, могут спокойно пользоваться. Макияж она снимает, ну, на четверочку. Со стойким не справится макияжем быстро, но если несколько ватных дисков истратить, то можно и с ним сладить. В общем, какое резюме я для себя сделала. Конечно, я ее доиспользую, выбрасывать не буду, но повторную покупку совершать не буду, потому что продукт довольно-таки небюджетный, но есть средства, которые работают не хуже, а то и лучше и за более меньшие деньги. Советовать вам ее к покупке или нет, ну, в общем-то, решайте сами. В принципе, вреда моей коже этот продукт не нанес. Как бы плохого о воде этой мицеллярной я сказать не могу. Ну, в общем, для меня это проходной продукт. Попробовала, ну и хорошо. Дальше. Появилась у меня новиночка от DAF. Это глиняная маска для жирной комбинированной кожи с маслом, косточкой винограда и лавандой. Здесь 50 мл. Очень приятный аромат. Я, если честно, винограда не ощущаю. Здесь для меня нежная-нежная лаванда. Маска нежная, зеленого. Вот она вся такая нежная. Цвета вы сейчас, наверное, больше белым вам покажется оттенок на камеру. Но когда вы ее распределяете по коже лица, она белой становится. И, в общем, лягушкой вы выглядеть не будете. Маска очень приятна в использовании. Она не стягивает кожу. Если для вас это важно, если вы не любите такой эффект у глиняных масок. И хорошо справляется с очищением. Высветляет черные точки. Высветляет поры. Я довольна. С удовольствием пользуюсь. И продолжу пользоваться. Пока эта масочка у меня не закончится. Она, насколько я понимаю, не очень бюджетна. Я ее получала в подарок за покупку двух средств марки DAF. И очень рада я такому подарку. Если увидите это средство в продаже, я бы вам рекомендовала его попробовать. Достойный продукт. Ну что ж, друзья мои, это вся информация, которой я хотела с вами поделиться. Надеюсь, что была для вас полезной. Спасибо за просмотр. И до встречи в новых роликах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok